Привет, просветители. Если последнюю неделю вы провели не под камнем, если что, я не осуждаю, сам периодически там оказываюсь, то вы наверняка слышали, что Министерство просвещения представило новый учебник истории для 10-11 классов. И там, естественно, всё как и должно быть. Неонацисты, Россия хорошо, Америка плохо, кругом фейки. Но нам можете доверять на 100%, кто бы сомневался. Делать какой-то глубокий политический анализ этого куска текста я не планирую. Для этого есть гораздо более профессиональные люди. Я хочу рассмотреть те отрывки, которые появились в сети с точки зрения филолога, приветик, и человека, который 10 лет работал с подростками. Последним обычно не могут похвастаться люди, так или иначе связанные с Министерством просвещения. Мединский, автор учебника, судя по всему, вообще слабо представляет, как современные старшеклассники выглядят. Потому что текст как будто для отрядов Путина написан, а не для людей, которые всё ещё имеют доступ к интернету. Авторы сего шедевра накалякали, отчитались и забыли. А вот работать по этому научному тексту, прости господи, придётся учителям и школьникам. И вот сегодня я хочу озвучить те вопросы, которые наверняка возникнут у учеников. Коллеги, приготовьтесь, объяснять вам придётся много. Начнём с того, что сразу же бросилось в глаза огромному количеству людей. Это, блин, не учебник. И не потому, что политические взгляды Мединского не совпадают с моими, допустим. Нет, тут должна заставка появиться. Русский язык со стоповым. Просто вам и пятиклассник расскажет, что учебник предполагает наличие научного стиля речи. И пятиклассник это вспомнил не ради красного словца. Именно в этом возрасте дети на уроках русского языка знакомятся с основными стилями речи. Ну и в седьмом ещё публицистически добавляется. И одно из заданий, вот вам три текста. Условный Пушкин, диалог за столом и учебник биологии. Найдите научный стиль. Понятно, что биология от истории очень сильно отличается. Но в любом случае это учебник. Ни эссе, ни пост в Телеграме, ни выступление в передаче Соловьёва. Хотя очень похоже. Когда учебная литература всеми силами пытается воздействовать на эмоции ученика. Такие уникальные времена случаются в истории нечасто. После ухода иностранных компаний многие рынки перед вами открыты. Открыты фантастические возможности для карьеры в бизнесе и собственных стартапов. Не упустите этот шанс. Сегодня Россия воистину страна возможностей. Целый год кричали о недопустимости использования заимствованных слов. Новый учебник истории. Стартап. Но вернёмся к воздействию на эмоции. Подобная изуверская тактика никогда не применялась ранее на своей территории ни одной армии мира в истории. Вы уже взрослые, уважаемые старшеклассники. Сделайте из новой военной тактики Украины выводы сами. Когда факты подменяются непонятными умозаключениями. США полны решимости воевать до последнего украинца. Как говорят американцы, ничего личного. Это просто бизнес. И если отношение автора к описываемым событиям стоит во главе угла. Представители всех народов нашей огромной страны, как их деды и прадеды, плечом к плечу сражаются за добро и правду, подрывая себя вместе с врагом, вытаскивая из-под обстрела раненых товарищей, ведя бой в горящем танке, продолжая до последнего вздоха командовать веренным подразделением, прикрывая своих с воздуха, мужество и готовность отдать жизнь за родину, это то, что из века в век было и есть присуще русскому, советскому, российскому солдату. Так вот, это не учебник. Это что угодно, но только не наука. Напоминаю, мы говорим о книге для 11 класса. Это не начальная школа, где текст нужно приукрасить, чтобы детёшка не заскучала. Аудитория этой книги через год в университете учиться будет. Вернёмся вот к этой потрясающей фразе. США полны решимости воевать до последнего украинца. Как говорят американцы, ничего личного. Это просто бизнес. Что она делает в учебнике истории. Тут, конечно, сама ситуация вызывает вопросы, когда историческое событие не то, что не закончилось, а вполне возможно ещё только развиваться будет, а у нас уже научная работа готова. Ну ладно, вернёмся лучше к Америке. Господин Мединский с товарищами откуда эту фразу взял? На всякий случай ещё раз отмечу, что это учебник, а не рассуждение какого-то человека о сегодняшних событиях. Наверное, некие документы подтверждают эту фразу, раз её решили аж жирным шрифтом выделить. Это же не просто манипуляции и воздействия на эмоции. В учебнике. А если в комментариях кто-нибудь напишет, ну это же и так всем очевидно и всем понятно, то просто поверьте, всем очевидно и всем понятно, это не про науку и не про учебную литературу. Это про передачи Владимира Соловьёва, ну или про мои видосики. Если ты не можешь доказать какую-то информацию, то ей явно нечего делать в книге для школьников. Кстати, по поводу жирного шрифта. Ещё одна особенность научного текста – оформление работы тоже играет определённую роль. Вот знаете, как бывает, когда перед экзаменом открываешь, открываешь – хороший учебник. А там сам дизайн помогает тебе вспомнить нужную информацию. Вот тема, возможно, выделена другим цветом. Здесь подчёркнуты даты, имена, термины. Ну, всё то, что пригодится на ЕГЭ. А что мы видим тут? Лучше бы мы ничего не видели. Вот видите, это сейчас была манипуляция. Я воздействую на ваши эмоции. Я пытаюсь заразить вас своим отношением к тому, что я описываю. И то же самое делают авторы учебника. Только я это делаю на Ютубе, в своём видосике, а Мединский это в каждую школу страны притащил. Произошло невиданное и снова немыслимое. Западом были похищены все активы российского государства, хранящиеся в их банках, на общую сумму более 300 миллиардов долларов. Также были де-факто украдены средства российских корпораций, личные средства и собственность множества частных лиц, граждан России, заморожена недвижимость, банковские счета, акции, ценные бумаги. Господин Мединский выделяет жирным шрифтом слово «немыслимое». Ребята, а давайте поможем Даше-путешественнице и Паше Остапову понять, что это? Термин, дата, историческая личность. Авторы учебника не просто включают в научную работу, я уже устал кавычки показывать, эмоционально окрашенную лексику, они ещё и внимание школьников на ней акцентируют. Единственное, что здесь немыслимое, это подобные приёмы в учебной литературе. Детки, а про что этот абзац? Правильно, про похищение финансов. А какое здесь слово ключевое? Что мы выделим? Верно, немыслимое. Друзья, у вас там всё в порядке? Все дома? Просто вы не удивляйтесь, когда потом выпускники не смогут основную мысль текста выделить. У нас вон авторы учебника с этим не справляются. И ничего, книги пишут. А эти товарищи не жертвы ЕГЭ. К сожалению. Какое у них оправдание? Окей, с этим разобрались более-менее. Давайте перейдём к тем вопросам, которые наверняка возникнут у очень многих школьников. Естественно, не все их зададут, потому что страшно. Но кто-нибудь обязательно рискнёт. Основная проблема этой книги – авторы совершенно не понимают, что типичный разговор Кравцова или «Экспертов с Россией 1» в 11 классе не прокатят. Банально аудитория не та. Вы вещаете не перед пенсионерами, которые кроме телевизора ничего не видят. Нет. Вы пишете для подростков, которые основную массу информации получают из интернета. А картина мира по ТВ и в интернете очень сильно отличается. И используя те же самые приёмы, что и телевизионщики, вы в итоге получите закономерное недоверие. Попытки изолировать нашу страну провалились. Регулярные встречи президента России с лидерами стран Азии, Латинской Америки, Африки показали, что большая часть планеты с пониманием и симпатией относится к Курсу, направленному против однополярного мира и его правил жизни. Окей. Большая часть планеты. Круто. Надо только уточнить, какой. Потому что, судя по всему, мы на разных планетах живём. Внимание, вопрос от Юли с последней парты. Если нас все так понимают, почему буквально на каждом голосовании, связанном с Украиной, позицию России поддерживает три с половиной страны. Извините. Шесть стран. Хотя, может быть, там и семь. Я не знаю, ретрею посчитал или нет. Что Глюк Андреевна на это ответит? Почему наш друг и партнёр Китай поддерживает территориальную целостность Украины? А Турция? Мединский правда думает, что одиннадцатиклассники про это не слышали? Где ответы вот на эти вопросы? Украина — ультра-националистическое государство. Сегодня любое инакомыслие на Украине жёстко преследуется. Оппозиция запрещена. Всё русское объявлено враждебным. Авторы этих строк реально не понимали, что старшеклассники тут же о положении оппозиции в России задумаются. Кто у нас главный оппозиционер? Где он? Кем объявлены его сторонники? Или Шизоид Парфентич на серьёзных щах выпускникам будет задвигать, что оппозиция — это ЛДПР? Нет, ну тогда ок. Что там по инакомыслию, если ты не поддерживаешь традиционные ценности или военные действия? Как там тебе живётся? Можешь спокойно свою позицию озвучивать? Старшеклассники про это не знают? Про запрещенные книги? Для взрослых? Про всё новые и новые законы? Никогда, наверное, про это не слышали. Всё русское объявлено враждебным. Какие странные украинцы. Вот в России так бы никогда не поступили. Если не считать практически еженедельные извинения какого-нибудь бедолаги из-за того, что он слушал песни Верки Сердючки или Веры Брежневой. Ну или высказы наших депутатов. Но опять же, школьники же про это никогда не слышали. Они в пузыре находятся. Только на страничке Министерства просвещения сидят. СВО сплотило наше общество. Людей разных возрастов и профессий. Поддержка людей выразилась в сборе подарков для военнослужащих. Гуманитарной помощи жителям новых регионов. В настоящем культе гордости за бойцов СВО. Самотверженно работают на освобождённых территориях тысячи волонтёров. Гражданские добровольцы, медики, учителя, строители, военкоры. Но ведь даже по статистике, которая попадает в официальные СМИ, а я надеюсь, вы понимаете, как этим цифрам стоит относиться, действия России не поддерживают миллионы людей внутри страны. Даже пара процентов — это уже миллионы. А нам статистика даёт не 2%. Об этом сказано будет в учебнике, который ситуацию, конечно же, рассматривает с разных сторон. Не сомневайтесь, и в кабинете истории окажутся подростки с пацифистским мировоззрением. Но, судя по тексту Мединского, таких людей просто нет. 24 февраля 2022 года президент России объявил о начале специальной военной операции. Её цели — защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России. Но вы же понимаете, что этот учебник будут читать и в приграничных регионах. Сколько там людей погибло в 2021 году? А в 2022 и 2023 рассказ про защиту мирного населения Донбасса. Опять вопрос. Кто-нибудь серьёзно верит, что старшеклассники за два последних года в интернете никогда не встречали статистику жертвы среди мирного населения Донбасса в 2021 году и в 2022? На это авторы учебника как-нибудь отреагируют? Может быть, хотя бы фейком эту информацию назовут? Или опять учителям придётся отдуваться, когда им этот вопрос зададут? А им зададут? Согласно законодательству России, если лицо занимается активной общественной деятельностью и получает за это деньги из-за рубежа, оно обязано зарегистрироваться как иностранный агент. У нас такой закон был принят лишь в 2022 году, в то время как, например, в США соответствующий закон об иноагентах действует с 30-х годов. Вот что означает приставка «иноагент», которую сейчас иногда вы можете увидеть в публикациях напротив фамилии того или иного политика, блогера. Ещё одно потрясающее дизайнерское решение. История России, но жирным шрифтом мы выделим слова про Америку. А вот у них так же. Ну, начнём с того, что даже близко не так же. И наверняка какие-то старшеклассники встречали видосики на ютубе на эту тему. Второй момент. Меня всегда удивляет. Как брать с запада что-нибудь репрессивное? Вон, посмотрите, у них то же самое. Но если что-то связано с пресловутой толерантностью, вы что хотите, как у них? У нас особый путь. Так может быть тогда и другое копировать не стоит? Ну и самое главное. Мединский сознательно, а может быть всё ещё хуже, и он не знает, о чём он пишет, скрывает информацию. Даже мои подписчики знают, ну, потому что я ролик об этом снимал, что для того, чтобы стать иноагентом, никакого иностранного финансирования давно уже не нужно. Достаточно находиться под иностранным влиянием, что бы это ни было. Где абзац про это? Места не хватило. Зато про Украину и США у нас всегда местечко найдётся. Узнавая в интернете любую информацию о происходящем на Украине сейчас, помните. Мировая индустрия по производству постановочных роликов, бросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером. Западные соцсети и СМИ, доминирующие в мировом информационном пространстве, с энтузиазмом тиражируют любые информационные утки. Поэтому будьте бдительны. Думайте, почему, зачем и за что отрабатывают новости те или иные оппозиционеры, лидеры мнений, популярные блогеры и тому подобное. В чьих интересах? Думайте. А можно ещё больше кавычек в учебнике? Очень, очень научный текст. Это случайно не из Телеграма Медведева кусочек затесался? Про дешёвые манипуляции рассуждают авторы этого. Смешно. На самом деле не очень. Почему абсолютное большинство граждан России поддержало СВО? Может быть потому, что если ты осмелишься высказаться против, тебе грозит штраф или уголовная ответственность? Этот ответ авторов устроит? Или нужно только про патриотизм рассказать? Просто не особо понятно. Хочу закончить словами моего любимого министра. Очень важно, чтобы в школе преподавались достоверные факты и ребята всегда помнили о великой истории нашей страны. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм, там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Допустим, страницы из учебника Мединского появились в моей Телеге еще на прошлой неделе. Если вы готовы поддержать меня, то можете перейти по ссылке в описании на мою страничку Boosty, там все ролики выходят раньше, без рекламы и доступен эксклюзивный контент. А сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи!